Мы о сознании Станцию по легенде строили специально для того, чтобы выводить энергию именно эта антенна, потому что она очень энергоемкая. И по одной из версий америкосы взорвали атомную станцию только из-за того, что это источник в эту антенну. А почему она, когда ее включали, во всем эфире, по всему миру, почему называется русский дятел? Такой стук, как звук дятла. Мелкий и быстрый. Забивал все. Забивал все радиостанции, забивал все антенны. Все вырубалось, в общем. А самое главное, америкосы сходили с ума. Массово. Это одна из легенд. Вот из этой антенны русский дятел. 150 метров высоты, полкилометра в длину. Высоколегированный металл. Очень прочный. Служивающие станции. Темп, они проходят годированные, становятся нашими агентами и получают такую ровку сталкеров. Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Впечатляет снизу. Даже сейчас. Ее уже 30 лет разбирают. Охренеть. Да, ну тут наборочен. Зрелища, конечно, не каждый день видишь. Да. Это во мне Эйфелева башня. Нахрен. Вот там, там что, уже ничего интересного. Вот это да. Прям центр Жоржа Помпидор. Современной технологии. Вот, ребята, наш русский дятел. Хватит на 150 метров высотой. Такого наворотить. Нет. Это пиздец. Пошли оттуда. Ляй. Охренеть. Реально захватывает дух. Вот это строение. Можно обалдеть. Зомби лазят. Ладно, посмотрим дальше. Это большая антенна. У меня потом будет все говорить горизонт, наверное. Охренеть. А то, ребята, походу, маленькая. Малютка. Ну что, как впечатления? Потрясающе. Я не ожидал, честно говоря. Не, ну это просто фантастика. Какая там Эйфелева башня. Да, по впечатлениям где-то сравнимо с египетскими пирамидами, честно говоря. Это мой покой. Это пирамидами. Не, ну есть чем сравнить, понимаешь? Без сестра куда наворотить. Да. Они же сразу помехи. Они на резонансе там. Да. Спасибо. Спасибо.